Схема вязания шапочки. Общее количество петель это объем головы, это 54 см, это 140 петель от точки до точки. Далее мы провязываем 5 рядов резинкой на всех-всех-всех иглах. 5 см резинкой на всех иглах, 15-20 рядов. Далее мы 30 петель снимаем на бросовую нить и продолжаем вязать резинкой. 110 петель, всего 90 рядов, от точки до точки 90 рядов. Минус 20, получается вот здесь 70 рядов. 110 петель, 70 рядов. Оставшиеся петли после того, как мы провязали резинку, мы надеваем опять на иглы машины, провязываем 2 ряда отделочной полосой и вывязываем треугольник. убирая по одной петле каждые 4 ряда, без расчета, на какую точку выйдем, на такую выйдем. Это и вся схема шапочки. Идем вязать. Провязали 20 рядов резинки. 110 игл в переднее положение, для того, чтобы не провязать их. 30 игл снимаем на бросовую нить. На всех оставшихся иглах довязываем полотно до 90 рядов. Чтобы было проще делать стяжку, переносим петли передней игольницы на занятые иглы задней игольницы. То есть надеваем по 2 петли на одну иглу. Через, получается, через углу. На одной игле 2 петли, за 1 игла в заднем положении. Прикинули? Провяжите 1 ряд на самую ретую плотность. У меня это 10. На 10 плотности 1 ряд. Снимаем петли на рабочую нить. 30 ранее снятых петель надели на 30 игл. Провязали 2 ряда отделщего цвета. Далее берем рабочий цвет и провязываем 4 ряда. Делаем убавки с двух сторон. Далее берем рабочий цвет и провязываем 4 ряда. До окончания петель. Провязанный треугольник надеваете на иглы за самый краешек, за протяжки изнанкой к себе. Так, чтобы просто свободно, легко лежало на иглах. Не перетянуты, но и не было стяжки. И накрываем сверху желтым полотном. Вот как ляжет. Не до самого кончика должно доходить. Надеваете за протяжку по край деталь на эти же иглы. Закрываем косичкой, как на бактусе. Одна петля соединяет 2 полотна, одна воздушная. Одна петля соединяет 2 полотна, одна воздушная. На эти же иглы надели вторую часть треугольника, накрыли шапочкой и совместив макушку и основание. Смотрим. Первую петлю. И вот эти петли. Можно было поставить метку, но раз метки не стоит, значит определяем вот таким вот образом. И надеваю на углы. Вот этой же петлей. Закрываем в другую сторону. Макушка. И осталось затянуть. Если такой маленький разрез, можно даже не зашивать. Так, давайте по изнанке. Продолжение следует... И зашиваем. Нижнюю часть этой же нитью, которая у нас была, с которой мы начали, нам осталось зашить маленький кусочек. И заполню петельный столбик. Делаю пару стежков. Убедитесь, что зашиваете верно. И до конца. Делаю пару стежков. Делаю пару стежков. Делаю пару стежков. Шапочка готова. Делаю пару стежков. Делаю пару стежков. Делаю пару стежков. Делаю пару стежков. Продолжение следует...